Добрый день, уважаемые горожане! Сегодня, 25 августа, во вторник, мы анализируем с вами ситуацию за истекшую неделю с 18 августа. У нас нарастающим итогом сегодня 1103 больных, и это плюс 47 человек. Выздоровевших нарастающим итогом 922 человека, и это плюс 59 человек за неделю. Умерших 7 человек, и это плюс еще один умерший в нашем городе от COVID-19. И госпитализированных на сегодня 19, из них 15 средней тяжести. На карантине под наблюдением 158 человек. Теперь немножко детальнее о каждой цифре. Больных мы видим, если в среднем за день получается где-то 7 человек в день заболевает, хотя, конечно, эта цифра распределяется неравномерно. Больше, как всегда, заболевающих в начале недели. Плюс у нас есть неравномерность в том плане, что есть групповая заболеваемость у нас опять в одном из зданий в НИЭФ. И у нас на этой неделе большую часть заболеваний определяют в городе именно работники в НИЭФ. И тут все очень просто. Есть привозные случаи после отпусков, после командировок. Есть, конечно же, заражение в своих семейных очагах. И вот тут, чтобы не было групповой заболеваемости, все опять и все тоже. Там, где есть выходы людей с первыми признаками заболеваний, больных, на работу, там и есть, конечно, у нас случай групповой заболеваемости. То есть в этом плане мы обращаем опять внимание всех работодателей и всех работников на то, чтобы все-таки на работу с признаками заболеваний не ходили. По выздоровлениям. Это примерно выздоравливающих 8 человек в день. И это тоже, как правило, неравномерно. Большая часть выписки идет к концу недели. И нас радует, что многие из выздоравливающих уходят с полным выздоровлением. То есть вообще без остаточных явлений. Хотя мы с вами знаем, что COVID-19 вызывает некоторые осложнения, вызывает и дает отдаленные последствия. Мы много об этом читаем. И уже даже на некоторых наших пациентах это видим. Поэтому относиться нужно к этому серьезно. Особенно людям, имеющим хронические заболевания, и людям в возрасте старше 65 лет. Умерших 7 человек плюс одна, еще одна женщина. Ну, здесь все как по сценарию. Значит, заражение произошло в домашнем очаге. У нас сейчас это самая большая доля больных, которые заражаются от кого-то у себя дома. Это еще раз подтверждает, что для заражения COVID-19 нужен достаточно близкий контакт. И по времени долгий, и близкий по расстоянию, находящимся друг от друга. Это пользование общими предметами. И вот в данном случае женщина в возрасте, возраст опять как по сценарию, это старше 70 лет, заразилась в семье от своей родственницы, от сестры. Сестра, слава богу, уже на сегодняшний день выздоровела. А она вот, имея такой возраст, и в этом возрасте, конечно, уже многие имеют хронические заболевания, быстро утяжелилась, ушла, достаточно долго находилась в тяжелом состоянии и умерла фактически от полного поражения легких. COVID-19, поражая эпителий сосудов, в принципе, вызывает нарушения в работе очень многих органов. Он вызывает полиорганную такую недостаточность. Многие органы страдают, и у нее тоже многие органы пострадали. Но все-таки на первом месте стоит, конечно, поражение легких. И те, кто у нас выздоравливает, вот то, что я говорю, остаточные явления или отдаленные последствия, это, как правило, изменения в легких. Это могут быть и нарушения в работе сердца, и выводящих систем, мочевой системы. Это могут быть и нарушения в работе мозга. Самые различные нарушения. Поэтому прошу относиться к этому достаточно серьезно, выполнять назначение врачей, лечиться тем, кто заболел. Итак, у нас на сегодняшний день вот семеро умерших. Еще раз подтверждаю этот факт, что количество больных всего и количество умерших, вот это соотношение у нас в городе, да, 1103 больных и 7 умерших, говорит о том, что на самом деле мы с вами выявляем большое количество заболеваний либо на очень раннем этапе, еще бессимптомном, и выводя таких больных и их контактных на лечение, поднаблюдение врачей, мы таким образом уменьшаем с вами количество тяжелых и количество смертей. Если вы посмотрите статистику разных населенных пунктов и разных городов даже нашей системы, вы увидите, что у некоторых, например, при наличии, допустим, 300-400 больных уже есть 10 умерших. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ловится уже на поздних стадиях или только те заболевания, которые дают сильную клинику. Нехорошо, неплохо это просто как факт, констатирую, что на самом деле, выполняя такое большое количество анализов, мы с вами очень многих людей записываем в больных, но тем самым мы предотвращаем, еще раз подтвержу это, большое количество таким образом осложнений и, соответственно, смертей. И анализы, вот этот вопрос часто очень обсуждается, у нас делается методом ПЦР, это золотой стандарт, это обязанность тех организаций, которые ставят диагноз. Метод ПЦР, поэтому обсуждение сейчас в соцсетях о том, что в городе нет ПЦР, это такой миф, фейк, можно назвать как угодно. Конечно, ПЦР анализов делается очень много, только на бесплатной основе их делается, около 400 анализов в день. Здесь, конечно, идут в первую очередь все люди, которые идут на госпитализацию, это идут люди с острореспираторными вирусными инфекциями, которых на начальном этапе, большинство из которых анализируют на COVID-19. Здесь же идут все контактные лица, здесь идут частичные лица, возвращающиеся из командировок, и сюда же уже начинают попадать часть людей, которые возвращаются из отпусков. Но хочу сказать, что, конечно, сейчас, когда огромное количество людей у нас возвращается из отпусков, бывают там до тысячи иногда, и несколько тысяч одновременно возвращающихся из отпуска в городе, конечно, всем одновременно сделать анализ такой невозможно. Поэтому мы обговариваем всегда с оперативными штабами и с работодателями, кого именно, в зависимости от того, к какой категории работников относится тот или иной гражданин, кому нужно делать анализы, кому эти анализы делать необязательно. И если все-таки работодатель при необязательности анализа настаивает на этом анализе, заставляет его сделать платно, ну вот тут, наверное, как раз и возникают те вопросы, о которых говорят в сетях, о том, что у нас анализов нет. У нас анализов очень много, но я полагаю, что все-таки всем, вот просто всем, только потому, что они вернулись откуда-то с отдыха, делать совершенно необязательно. На карантине 158 человек. Этим людям, конечно же, желаю, чтобы они и дальше, находясь под наблюдением, не заболели. Но и напоминаю, что для того, чтобы не заболеть, нужно не просто сидеть дома, оберечься и с больным тесно не контактировать, принимать меры профилактики, выполнять и выполнять назначения врачей, если таковые есть, особенно у лиц с хроническими заболеваниями. По актуальным темам хочу сказать, что сейчас в основном две у нас актуальные темы. Это подготовка к новому учебному году. Сейчас огромную работу проводит департамент образования. Медики и мы совместно провели совещание, обговорили все узкие моменты. И мы понимаем, что после такого долгого перерыва, когда вместе соберутся все школьники и все учителя, и начнется работа в коллективах в одном здании, конечно, много узких моментов, где может произойти заражение. Поэтому основное наше направление, помимо тех организационных вопросов, которые будут выполнены в школе, у нас основное будет просьба как к учителям, так и к родителям детей, с тем, чтобы с первыми признаками заболеваний все-таки в школу не ходили. Остальные вопросы мы берем отработку и реализацию их на себя. И вторая актуальная тема – это сезонный грипп. Я еще раз напоминаю, что у нас грипп в этом году ожидается с новыми штаммами вируса. Разработана и практически во всех странах сейчас реализуется вакцинация той новой вакциной, как раз обновленной, которая содержит актуальные штаммы вируса. Поставка ожидается максимально в начале сентября. И я думаю, что в сентябре мы массово проведем иммунизацию с вами против гриппа, с тем, чтобы если у нас все-таки к началу, это, как правило, бывает в октябре месяце, к подъему сезонных заболеваний, с тем, чтобы мы ушли хотя бы от тяжелых осложнений после гриппа, с тем, чтобы у нас не было микс инфекций, с тем, чтобы, если вдруг поднимет голову и будет вторая волна коронавирусной инфекции, с тем, чтобы она у нас не прошла еще и на фоне гриппа. Это будет нам большое подспорье. Всех людей с хроническими заболеваниями из категорий, которые в соответствии с национальным календарем прививок подлежат иммунизации, приглашаю на эту вакцинацию. Вакцинация будет проводиться по графику. Нужно связываться с поликлиникой, к которой вы относитесь. И эту работу, я думаю, мы с вами удачно проведем. Желаю вам хорошей последней летней недели, хорошего здоровья. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok